Здравствуйте, проверка масочного режима. Добрый день, наденьте маску. Ежедневно сотрудники Дептранса совместно с полицией и работниками предприятий перевозчиков Самары проверяют, как соблюдается масочный режим во всех видах общественного транспорта. В городе установилась жаркая погода, и пассажиры зачастую пренебрегают защитным аксессуаром из-за духоты в салоне. Делать этого категорически нельзя, отмечают проверяющие. Лучше обратиться к кондуктору с просьбой проветрить салон. Мы понимаем, что на улице очень жарко, поэтому усиливаем контроль за проветриванием подвижного состава, и просьбой можно обращаться к кондуктору за тем, чтобы она открыла те или иные люки, либо форточки. Маски никто не отменял, и просьба соблюдать масочный режим, надевать защитные средства перед тем, как вы зашли в общественный транспорт. Также активно проходит мойка и дезинфекция подвижного состава. Чистит транспорт не только снаружи, но и весь салон внутри. Мобильные бригады по санаобработке работают круглосуточно. Помимо этого, персонал транспортных предприятий продолжают прививать от коронавируса. Однако и вакцинация не дает права совершать поездку без маски. Это правило относится и к пассажирам, и к сотрудникам транспортных предприятий. Работа эта будет продолжаться до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка и поручения оперативного штаба не помогут нам понять, что что-то нужно менять в нашей деятельности. А так все в прежнем режиме мы продолжаем контролировать. В ходе ежедневных проверок с октября прошлого года, когда к рейдам присоединились полицейские, в отношении антимасочников в Самаре составили 385 административных протоколов. Только за прошедшую неделю оформили 9 материалов, которые в дальнейшем направляются в суд. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Также в департаменте транспорта отмечают, что скоро обращений по поводу духоты в салонах транспорта станет меньше. По нацпроекту безопасные и качественные дороги в Самару будут поставлены 22 троллейбуса. В техзадании предусмотрены кондиционеры для водительской кабины и салона. Таким образом, на маршруте номер 4 подвижной состав будет полностью оснащен системой кондиционирования. Обновление парка ожидается в этом году. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.